здравствуйте дорогие мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема она уже была промыла но сегодня другая немножко тема скажите пожалуйста вы же понимаете да что хозяйственное мыло ну в те древние времена в прошлом веке она пользовалась у огородников очень большой популярностью почему потому что есть разница между синтетическим стиральным веществом и натуральным вот хозяйственное мыло она натуральная она из каких-то там жирных кислот сделано натуральных они искусственны и пользуясь этим мылом натерев его на терке мама не только стирали белье она отстировалась изумительно и кипятили а еще делали растворы для того чтобы например раскислить почву вы знаете что у хозяйственного мыла у его раствора число ph 11 12 невероятно просто и если вы собрались опрыскивать какое-нибудь растение ваша задача помните концентрации какова она должна быть и если вы все-таки подзабыли слегка но сделайте максимум допустим ну грамма 100 на 10 литров воды грамм 100 и обязательно растворив это тертое мыло в горячей воде вы должны процедить а почему а потому что при опрыскивании на растения может произойти из-за комочков ожог щелочь это сильнейшая вещь просто и это нужно помнить вот смотрите у меня здесь обмылки мыло сейчас скажу какого года не падайте там со стульев это 2002 год вот такая я запасливая хозяйка где дамы еще 2002 год это новенькая дуру так а это детская так не соврать бы 2009 год представьте до запасы мыла мыло было дефицитом и мы все складывали ну и здесь тоже 2002 год как-то видать его в 2002 году затарилась так хорошо что нужно сделать почему это мыло это тоже здесь везде написано натуральное мыло поэтому им как и хозяйственным можно воспользоваться значит допустим нам надо обработать ну растение которое приболела тот же пион ну давайте чтобы было комси комса немного немало 100 грамм на ведро горячей воды горячей воды чтобы это все растворилось что такое 100 грамм вот здесь 150 грамм да вы просто берете молча водолей называется ну немножко пахнет но мыло натуральное а детское мыло уж тем более и просто трете на терке смотрите какая получается мелкая до фракция достаточно мелкая которая прекрасно потом разойдется в воде вот кусочек этот можно поломать видите и когда мыло полностью разошлось и вы его процедили можете использовать для обработки практически любого растения вы знаете что для очень не любит раствор мыльный листья очень хорошо покрываются вот этим мыльным раствором ведь мыло используется для прилипания для того чтобы удержать очень нужные растворы и вам уже говорила это и жгучий перец это и чеснок и если в каждый раз в этом мыло допустим до 100 грамм на 10 литров добавлять еще растертый чеснок тоже процеживать надо иначе потом брызгалка не сработает это просто потрясающе работает ну попробуйте это сделать лечит ведь не только от вредителей но еще и от болезни а уж и вредители это как не рады уже те кто имеет даже легкие хитиновые оболочки то есть жесткие очень даже легкие есть же очень тяжелые эти оболочки как найти у рыцарей доспехи там не пробьешь ничем а мыло то мыло то просачивается через эту оболочку через сочленение и насекомое гибнет а сейчас посмотрите да наконец-то солнышко наконец-то тепло все вредители какое какие существуют вокруг они все встали в очередь на вашу дачу поэтому и мыло используйте тоже ну вот это вот здорово у кого есть мясорубка старая можете покрутить можете просто замочить а потом этот брать вот это старинное хозяйственное мыло запах непередаваемый боже мой нам же головы мыли этим мыло и все эти обмылки можете просто заварить горячей водой и также растопить но примерно вы должны знать сколько здесь веса при тяжелых заболеваниях и тяжелом поражении насекомыми конечно там до 300 грамм на 10 литров воды но помните что это очень сильная щелочной раствор вы можете раскислить почву знаете каким образом просто возьмите вот эти триста грамм мыла на 10 литров воды но там 10 литров используется на один квадратный метр ну нет у вас доломитовой муки но нет у вас золы ну ничего не то раскислить надо потому что лук хочет щелочную реакцию почвы понимаете чеснок тоже этого хочет а у вас нету так если вы это мыло разведете в воде вот вам пожалуйста раскислитель шикарные просто который еще и почвенных вредителей погубит а вы как думали помните я вам показывала свой укроп который выше моего плеча помните есть такое видео как я все время у меня такое мыло есть в банках да она ну такое как паста и это именно мы вы это не стиральный порошок и я всю воду из бани я просто собираю эту воду мыльную и поливала этот укроп оказывается это очень полезно и и мыло работает в корнях просто замечательно она не только расщепляется там пузырится выделяю углекислый газ это же мыло натуральное а не синтетический порошок синтетическим порошком мы даем по мозгам тем насекомым которые с которыми даже мылом не справиться помогает да но мыло все таки лучше поэтому рекомендую вам взять на вооружение и это тоже а а